В 1962 году на базе легкового автомобиля «Москвич-415» вместо заднего моста была установлена гусеница оригинальной конструкции. Это был надувной пневмоболон, объединяющий три небольших колеса. Состоял опытный образец движителя из двух балансирных тележек, каждая из которых имела три опорных катка. Для того, чтобы гусеница не сползала с обода катки были снабжены ребордами, которые качались в продольной плоскости относительно заднего моста. Средние катки при этом ставились вместо ведущих колес прототипа. Вместо тормозов использовались ступицы приводных колес, жестко связанных с полуосью. Приводные цепи надевались на звездочки катков гусеницы и с их помощью осуществлялась передача крутящего момента от среднего катка к другим каткам. Специально для исследования возможностей этого движителя в институте был создан специализированный стенд. В результате проведенных исследований было установлено, что опытный образец может выдерживать нагрузки до 500 кг. В качестве базы, на которой проводились испытания был избран автомобиль Москвич 415. На него пневмы гусеницы устанавливались вместо ведущих колес и при необходимости легко на них заменялись. Первые же пробные заезды выявили отличную плавность и бесшумность хода, однако, при достижении скорости хода 50-60 км в час возникало так называемое рыскание машины по курсу, вследствие высокой боковой эластичности пневмы гусениц. Из-за этого гусеницы слетали с катков, которые при ударах о препятствии гнулись, а машина становилась неуправляемой. В процессе работ над устранением вышеуказанных проблем, конструкторы из нами создали улучшенные модели пневмоприводов на МС-3М и на МС-4, но это, уже другая история.